Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Строительно-монтажного управления «Гомель Энергострой». Он самовольно, без разработки проектной документации и согласования составил план по усилению фундамента здания. Будучи на объекте, отдал заведомо незаконное распоряжение мастеру участка приступить к укреплению фундамента. В итоге бригада рабочих под руководством мастера вырыла вдоль здания траншеи. При извлечении грунта произошло обрушение стен и фундамента. Под завалами оказались двое рабочих 1958 и 1967 годов рождения, которые от полученных травм скончались на месте происшествия. По уголовному делу проведен значительный объем работы по изучению и анализу, изъятая проектно-сметная документация по строительному объекту, документов по охране труда и технике безопасности. Проведены допросы и очные ставки. К материалам уголовного дела приобщены результаты специального расследования, проведенного областным управлением Департамента государственной инспекции труда. На основании собранных по делу доказательств двум бывшим должностным лицам предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Уголовное преследование в отношении мастера участка прекращено в связи с его смертью. Уголовное дело направлено в прокуратуру. В деревне Красница Рогачевского района в бане погиб подросток. Трагедия произошла 14 июля. Предварительно установлено, что парень 2001 года рождения пошел мыться в баню. Подогрев воды осуществлялся с использованием электрического кипятильника. Через какое-то время отец юноши заволновался, что тот долго не возвращается. Решил проверить и обнаружил сына без признаков жизни. На теле парня остались следы термического воздействия. Предполагается, что его поразило электрическим током. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку проводит следственный комитет. На пожаре в Гомеле спасли мужчину. Возгорание произошло накануне около 11 утра в многоквартирном доме на улице Фадеева. Спасатели обнаружили пострадавшего в горящей комнате. Мужчину передали медикам. С диагнозом отравления продуктами горения его госпитализировали. Тем временем спасатели справились с пожаром. Огонь повредил имущество в квартире. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Такова информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4.